Я всегда выберу ленивого человека сделать самую трудную работу, потому что именно он найдет самый легкий способ ее исполнения, а главное быстрый. Так говорил Билл Гейтс. Вы знаете, ни для кого не секрет, что лень, как говорят, мать всех пороков и ленится почти каждый человек, то есть абсолютно 100% населения, в каком-то смысле поражено этой историей. Но не все так страшно, поверьте. Например, лень на рабочем месте возникает, если подчиненные считают, что начальник дает им какие-то глупые задания и не хотят их выполнять, либо когда неинтересна сама работа. Знаете, вот поэтому мы на своей работе, я, Женя, огромное количество людей в доброй разнице Беларусь никогда не устану об этом говорить. Мы так ее любим, мы все время что-то придумываем, мы не знаем, получается это или нет, но судя по вашим откликам, что-то у нас получается. Вот, вот, любовь, вот хочется бежать и прыгать от счастья. Итак, делимся на сов и жаворонков. Конечно, кто-то ночью плодотворно работает, кто-то днем. Конечно, вкалывать, как говорят, нужно в свое время. Например, я родилась в 5.15 утра и рано утром прыгала, я хочу в детский садик, бежала и в припрыжку, и до сих пор кричу, до сих пор так точно, когда просыпаюсь в 4.20. Поэтому, если у вас получается работать, если вы жаворонок с утра, если вы сама вечером, это прекрасно. Но, увы, так бывает не всегда, как говорят, жизнь не идеальна. Но не переживайте, вы знаете, ленивцами, как ни странно, считаются не только самые обычные люди, но и великие гении этим грешили тоже. Дарвин, Черчилль, Пикассо, Эйнштейн, Байрон. И вот, например, Эйнштейн, он вообще слыл ужасным лентяем и тугодумом в школе. Вообще, ему все не нравилось учиться. Но, знаете, вот он тренировал в себе абсолютно главное. Его гений признанен, согласитесь. Он тренировал в себе подняться над проблемой и посмотреть на нее совершенно как-то иначе. Сделать эту работу не просто прямо берешь и копаешь, пока не докопаешь, а какой-то раз изобретал нестандартный ход мышления. И поэтому очень быстро, а главное, лучше всех других делать эту работу за очень короткое время. Например, он терпеть не мог людей, которые рядом печалятся. Самая важная его эмоция была жизнерадостность. Поэтому он даже шутил, что вот от шуток, от смеха, беды, они как-то рассасываются. В общем, я тоже в это верю. Черчилль, например, совершенно не любил обсуждать какие-то рабочие вопросы в нерабочее время. Знаете, как говорится, звоните с 9 до 5 по этим вопросам. А потом радости. Хочу-лежу, хочу-смотрю телевизор, хочу это, хочу то, хочу о мире думаю во всем мире. Например, Дарвин, да, всем известный ученый. Он ленился учить свой родной язык в Англии, потому что, говорит, ну читать, писать умею, ну что еще надо, ну почему надо все, все нюансы знать, зачем мне это надо. Он любил поспать прямо на карте, за что был нещадно руган учителями. Но занявшись наукой всему свое время, он тоже никуда не спешил. На создание первого труда у него ушло 8 лет, на второго 30 лет. Знаете, так спокойно так создал свои труды. Одним словом, у гениев оно так. Но, конечно, мы обычные люди, и мы так же ленивые, просто у нас это не выражается в таких гениальных способностях. Но вы знаете, если вы все придумаете, если вы любите свою работу или попытаетесь так перевернуть, чтобы она вас увлекла. И знаете, если у вас есть подружка, с которой вы хотите поболтать, дети, которые вас ждут, ужин, который вы хотите приготовить любимому, вы так придумаете все сделать, чтобы быстро-быстро поработать, а потом долго-долго и полноценно отдыхать. Потому что жизнь создана для радости, хотя достичь этого очень трудно.